В эфире спорт-обзор программы о спортивных событиях Новосибирской области. В студии Кристина Лата. Здравствуйте! В ближайшие пять минут вас ждут новости бокса и мини-футбола. Миша Алоян выступит во втором сезоне Всемирной боксерской суперсерии – новом турнире для сильнейших боксеров мира. Соперником новосибирца по четвертьфиналу стал Золани Тетэ из ЮАР. Для Михаила этот бой станет пятым в профессиональной карьере, для его соперника – в 31-м. Золани выступает на ринге с 18-летнего возраста. За 12 лет он проиграл всего лишь три раза. Последний бой Тетей и вовсе завершился мировым рекордом. В ноябре прошлого года спортсмен нокаутировал своего соотечественника – Сибани Саганья за 11 секунд. Дин – один из самых больших противоположных борьбов. Я думаю, что это очень. Джон – он действительно противоположный человек. О, и это причина, почему... Боже мой, первый путь в борьбе, и все остальное. Он не может быть консерцем. Как правило, южный африканец побеждает соперников именно нокаутами. На счету нашего спортсмена пока ни одной досрочной победы. Несмотря на то, что Михаил только недавно начал выступать в профессиональном боксе, у него уже есть два пояса. При этом Алоян продолжает свою любительскую карьеру. В его активе два титула чемпиона мира, звание чемпиона Европы и бронзовая медаль Олимпийских игр в Лондоне. Дата и место проведения боя пока неизвестно. Предварительно боксеры выйдут на ринг осенью. В продолжении темы в Новосибирске отметили Всемирный день бокса. Под дождем, но с известными спортсменами. Олег Цыплаков расскажет подробнее. Бокс для Новосибирска – тот вид спорта, который популярен у всех возрастов. Пока на сцене награждают заслуженных тренеров, стоя на площади, им аплодируют воспитанники вместе с родителями, а также бывшие тренеры. Все это, несмотря на сильный дождь. Программа праздника насыщенная. Много музыки, награждения тренеров и боксеров, силовое шоу, а также чирлидинг. Но самое главное событие для юных боксеров, которых на площади Пименова было несколько десятков, это тренировка с известным боксером Арменом Закаряном. Вставайте в шахматном порядке, чтобы так было правильнее и удобнее, наверное. Мы пришли отмечать международный праздник – День бокса. Это такой хороший праздник, мы тоже с ним боксеры. И мы как бы связаны с этим праздником. Очень хорошо. Ты боксом давно занимаешься? Боксом? Ну, уже давно, как два года. Нравится тебе? Да. А почему именно бокс? Ну, для защиты еще, чтобы было. Так можно защищаться и на ринге сражаться. Дождь усилился. И запланированные показательные бои между опытными новосибирскими боксерами не состоялись. Но главное, что юные спортсмены уходят с мероприятия довольными. Теперь они могут похвастаться. Мы тренировались с двукратным чемпионом России, чемпионом Европы, мастером спорта международного класса Арменом Закаряном. Так что, хоть и промокли, но вдохновились. Мини-футбольный клуб «Сибиряк» узнал своих первых соперников в новом сезоне Суперлиги. 8 и 9 сентября новосибирский клуб дома примет Ухту. Напомню, помимо Суперлиги и Кубка России, в следующем сезоне «Сибиряк» впервые выступит на международной арене. По итогам прошлого сезона клуб попал в Лигу чемпионов. Новосибирцы начнут выступление в турнире с основного раунда. Матчи группы «Три» пройдут в начале октября в Словении. Чтобы болельщики клуба не скучали в межсезонье, в официальной группе «Сибиряка ВКонтакте» проходит голосование за лучший гол прошедшего сезона. Любой желающий может отдать свой голос до 26 июля. А сейчас вашему вниманию несколько номинантов. Голы Дарлана и Руслана Кузиева «Ворот 1» и гол Сергея Покатыла «Новой генерации». Увидеть еще больше красивых голов вы можете в группе «Сибиряка ВКонтакте», а также на их официальном сайте. На этом выпуск «Спортобзора» завершен. Следите за новостями новосибирского спорта и на страницах программы в социальных сетях. С вами была Кристина Лата. До встречи!